Сегодня, пожалуй, наверное, фундаментальнейший вопрос, который мы с вами закрываем, это тема, ребята, инсулиновой резистентности. Почему у такого количества людей резистентность к инсулину? Почему этот ненормальный процесс абсолютно некорректно лечится? И как вы можете помочь себе в ближайшие две недели избавиться от этого недуга, который является предшественником метаболического синдрома, и корнем, и ключом к пониманию большинства болезней современного человека? Я сейчас вам расскажу, потому что квалификация, которой я обладаю в этом вопросе, непосредственно касается резистентности к инсулину, и последние 8 лет я работаю в рамках нашего курса, который имеет лицензию Минздрава Чайской Республики, и работаю с уже более чем 8500 пациентами, у 95% которых наблюдалось, когда они только пришли к нам на зрительный курс по гомарафон, инсулиновой резистентности. И мы успешнейшим образом побороли достаточно быстро, года немножечко дольше, но сейчас узнаете, насколько этот процесс диагностируется некорректно, и почему наш курс такой имеет успех, стопроцентный, без привлечения, кроме тех людей, которые говорят, а, ну, нам не подходит. Ну, сейчас узнаете, почему нам не подходит. Не потому что само по себе лечение кривое или недействие, а потому что не совсем срастаются некоторые мои советы с тем, как работает голова некоторых людей. Но вы опять же сейчас об этом все узнаете. Ребята, пальцами наверх, пожалуйста, поддержали. Написали, Алексей, спасибо за полезный ролик, потому что все это делается искренне, от всего сердца, желание бесплатно для вас в этих видеоматериалах, чтобы вы были здоровыми. Ребята, краеугольный камень, инсулиновая резистентность. И мы сейчас с вами, значит, прочитаем. Инсулин – это вот непосредственно выборка с медицинских главных сайтов, с сайта ВОЗ, с сайта, значит, который должен помочь диабетикам и преддиабетикам. Вообще, в принципе, инсулинорезистентность. Запомните и обратите внимание, ребята, на самую важную. Смотрите. Инсулинорезистентность – это ненормальный ответ. Вот это я хочу, чтобы вы это увидели. Ненормальный ответ тканей на инсулин. Ключевая фраза – ненормальный. Я вот это хочу, чтобы вы запомнили сейчас раз и навсегда. И вот это будет нашим ключевым поворотом. Вы понимаете, одна из первых научных статей, медицинских статей, статей, которые посвящены диагностике, разъяснению непосредственно врачу, который должен вас лечить, начинается с фраз. Смотрите. Инсулинорезистентность – это ненормальный ответ. Третье слово, ребята. Третье слово уже человека пускают в неправильное русло. С диагностикой этого вопроса. Вот это поразительно. Потому что это считается ненормальным ответом. И для того, чтобы вы поняли, что такое инсулиновая резистентность, мы должны с вами немножечко сейчас шаг назад сделаем. И дальше вернемся к вот этой фразе – ненормальный ответ. Инсулина к глюкозе. Значит, для тех, кто не понимает, или для тех, кого врач диагностировал, инсулиновая резистентность, те, кто не совсем в курсе событий. Как этот процесс закрытый выглядит? Смотрите. Мы едим продукты. Наша поджелудочная, после того, как мы съели какую-то еду, первый шаг – съесть что-то. Дальше ваша поджелудочная вырабатывает инсулин. Инсулин – это важнейший транспортный гормон, который непосредственно энергию от съеденной пищи связал в вашем кровотоке и должен отправить эту энергию в клетки ваши. И дальше эти клетки, благодаря инсулину, который является ключом, получают питание от съеденного, и они могут функционировать. Вот это нормальная рабочая история. Вы едите, поджелудочная вырабатывает инсулин, в этом ключе инсулин отправляет связанную энергию к клетке, и клетка говорит спасибо, мы работаем. Класс! Договорились, все супер. Что пошло не так в какой-то момент? В какой-то момент пошло не так, что ваша клетка говорит, вы знаете, слишком много, ребят, слишком много получается у нас с вами инсулина, мы к нему вырабатываем резистентность, то есть мы не можем принять такое количество энергии, и мы отправляем эту энергию в одно место, в которое мы можем отправить, это в жир мы ее отправляем. Дальше человеку хочется снова кушать, потому что клетки недополучили энергии, и большая часть усла встала и в жир, и мы снова с вами едим. Этот закрытый цикл едим, инсулин, отправка в клетку, клетка не принимает, отправка в жир, снова хочется есть, и вот этот закрытый цикл. Большая часть врачей рекомендует питание частое, дробное, рекомендуют тебе медленные углеводы, если вы откроете себе, значит, историю питания при диабете, питание при метаболическом синдроме, траве при инсулиновой резистентности. Значит, что очень полезно при диабете? Значит, смотрите, фрукты, ягоды, вишня, клюква, брусника, яблоко, каши, ячменная, рисовая, значит, овсяная, гречневая. Это я вам даю стандартные рекомендации. Кролик, индейка, телятин, обратите, постная. Рыба, речная, нежирных сортов. То есть, когда у тебя резистентность к инсулину, тебе врач советует стандартная история, каши, ячменная, рисовая, значит, гречневая, овсяная. И вот здесь мы с вами возвращаемся сейчас на статью, с которой мы начали. Инсулиновая резистентность – это ненормальный ответ тканей. Ненормальный ответ тканей к чему? На инсулин. Низкая чувствительность к гормону, значит, и место, где он вырабатывается, этот гормон называется поджелудочный. Это мы с вами обсудили. И вот здесь, смотрите, недостаточный объем инсулина для сдержания глюкозы в крови. И начинается подъем глюкозы. И вот здесь, ребята, такой, знаете, тадам! Такой выход. Вот выход цирковое представление. Вытащить кролика из мешка. Вытащить, значит, колоду карт из уха, понимаете? Вот смотрящего и недопонимающего процесс зрителя. Я, будучи стандартным врачом, ну, врачом общего назначения, да? Вы ко мне приходите? Я вам говорю, у вас инсулиновая резистентность. Значит, у вас ненормальный ответ тканей на инсулин. Я вам говорю, у вас питание должно быть кашей, ячневая, рисовая, понимаете? Овсяная, гречневая. Опасно, потому что растет уровень глюкозы, и у вас плохая чувствительность, получается, клеток к инсулину. То есть у вас резистентность. У вас много инсулина, да? У вас много инсулина. У вас перепроизводство его. И вы, о боже, доктор, что делать? Я говорю, спокойно, ячневая рисовая каша, пять раз в день, все будет класс. Изначально вот этот выходит главное цирковое представление. Если мы с вами отмотаемся, да, и посмотрим на вот эту историю, которую я вам показал. Ты ешь пищу, поджелудочная вырабатывает инсулин, инсулин связывает глюкозу, и глюкоза улетает у тебя по итогу, ну, должна улетать в мышечную клетку, а она улетает в жир, и тебе снова хочется есть. Почему? Откуда? Почему ненормальный отклик нашей поджелудочной и вот эта проблема с инсулином? Вот здесь то, что в упор вам не объясняют. И я, и миляясь человеком, который провел через свой оздоровительный курс 8500 человек, я вижу это. Каждый второй приходит с заключением от врача и говорит, Алексей, вот заключение врача, под копирку, тупо из пустого в порожнее переливают эти черти. Вот я вам честно, ребят, скажу. Просто вот такое ощущение, как будто их всех научили в одной подготовительной группе, все повторяют одно и то же. Ешьте каши 5 раз в день, у вас резистентность, и вот вам метформин, чтобы вы не умерли от того, что у вас высокий уровень глюкозы в крови. И ни один из этих горе-специалистов, которые диагностируют инсулиновую резистентность, даже не для пациента, даже не для здоровья пациента, задуматься, почему у такого количества людей так плохо работает инсулин. Если ты понимаешь, что твое тело, да, если мы с вами смотрим Human DNA, ребята, вот просто посмотрите на вот это, да, DNA Helix, который содержит всю информацию о том, какого у тебя будут цвета глаза, какой у тебя будет рост, какие у тебя органы, как они выполняют свою функцию. Все, что вложено в наш вид за 3 миллиона лет эволюции, вложено здесь, вложено в эту цепочку ДНК. 3 миллиона лет эволюции вида вообще в принципе как такового, не Homo sapiens, понятное дело, а всех предшествующих видов, понимаете? Вложено в ДНК, 3 миллиона. И здесь мы с вами такие умные, замечательные и осведомленные говорим, что, ребят, что-то ненормальное вот в этой статье, да, ненормальный ответ тканей на инсулин у нас. То есть 3 миллиона лет эволюции, да, как бы естественные отборы, вся вот эта вот история с, как бы, развитием вида. И тут мы пришли к выводу, блин, так ненормально ж, понимаете? Ненормально ж. Не ненормальный отклик поджелудочный к инсулину, а неправильное пользование вашим телом. То есть вы понимаете, если я буду, ребята, сейчас пытаться вот этим планшетом идти и забивать гвозди, понимаете, в пол металлический по 20 сантиметров, и у меня на второй удар планшет разлетается на 3 куска. Это ненормальное пользование планшетом? Или это планшет виноват, и он недостаточно крепкий? Вы мне скажете, Алексей, ну, естественно, планшет не создавался же забивать гвозди. И вот точно так же я объясню вам, да, как человек, который тысячи анализов крови провел. Тело не создавалось усваивать лошадиные дозы углеводов в таких гигантских объемах. Почему эпидемия метаболического синдрома, инсулиновой резистентности, преддиабета и прочих других? Потому что мы поглощаем, как животные просто, как животные, по 70% из дневного БЖУ, углеводы, ребята. И если ты смотришь на стандартный пайчарт, на стандартную таблицу, 60-70% на углеводы у обычного человека приходится, и эти 70%, вы представьте, просто представьте, ребята. Давайте, значит, мы с вами сейчас попользуемся калькулятором. Представьте, я съедаю в день 3000 калорий. Ну, например, из этих 3000 калорий 2000 калорий приходят из углеводов. 2000 калорий из углеводов, это сколько? Разделите 2000 на 400. И вы получаете, господи, 2000 разделить на 400. И ты получаешь, так что ты мне делаешь? Господи, боже мой, 500 грамм углеводов у тебя получается. Если я наоборот просто делю, ребята, 500 грамм углеводов, вот если ты умножишь на 4 калории в каждом, ты получишь 2000 калорий. Вот большая часть людей съедает полторы-две тысячи калорий из углеводов. И дальше вопрос такой, куда эта вся история с углеводами должна деться? Она должна дальше, когда ты ее съедаешь, героически, да, ты съел полторы-две тысячи калорий из углеводов, дальше твоя поджелудочная должна выработать достаточное количество инсулина, чтобы отправить 2000 калорий. Куда, спрашивается, ее нужно отправить? И вы представьте, ребят, вы просто представьте, 400 грамм углеводов, это в среднем, да, вот большая часть людей. Обычно, ну мы назовем, дети, подростки, люди, которые немножко больше думают головой, 100-200 грамм углеводов. Кто немножечко меньше, там 200-300-400, то есть представьте эти объемы. А если мы пересчитаем, какое количество, вы же учтите, что любые углеводы, которые едятся человеком, они по итогу приходят куда? Значит, blood, sugar level, любой углевод, который вы едите, ребята, значит, ин, так, инсулин, любой углевод, который вы едите, он попадает в ваш кровоток. И как только вы поели, вот так это выглядит, вы поели, идет, растет глюкоза наверх. Дальше инсулина ее связывает, она падает вниз. Ты снова поел, у тебя снова пошла наверх. Так вот, фишка в том, что представьте, 300 грамм углеводов в день, это такое количество энергии, а вы с вашим ДНК, ребята, да, human DNA, который я вам только что показал, мы с нашим ДНК, ребята, знаете, как эволюционировали за все эти тысячи, тысячи, сотни, тысяч лет? Мы с вами эволюционировали с определенной пропускной способностью определенных органов. И ваше поджелудочное, да, о котором мы с вами говорим, да, human pancreas, значит, human pancreas, это наша с вами, господи, значит, человеческая поджелудочная железа. Вот она у вас находится в абдоминальной части, под, находится со стороны печени, то есть вот у меня часть, здесь у меня идет печень, поджелудочная, и ваше поджелудочное, она эволюционировала, ребята, чтобы связывать глюкозу, но не в таких же количествах. И получается, если ты видишь, что 3 миллиона лет эволюции вложено в твое ДНК, у нас с вами повальная эпидемиологически проблема с инсулиновой резистентностью из-за того, что большая часть людей поглощает больше определенного типа калорий, чем мы созданы с вами поглощать. Вы понимаете, вот в этом как бы главная фишка и главное недопонимание. И дальше у нас есть статьи, которые говорят, ненормальный отклик инсулина. Инсулины правильно работают. И мы возвращаемся в вопрос, да, обратный. Так кто ненормальный? Значит, это инсулин ненормальный или ты просто, да, по принципу забиваешь планшет, планшетом гвозди, да? Кто виноват в этом случае в том, что у тебя проблемы с инсулином? Естественно, пользователь, потому что нас никто не обучал, как есть, как управлять, да, процессами в организме. Мы не созданы для этого. И поэтому повальная история с инсулиновой резистентностью, что у тебя слишком много инсулина, и естественно, клетки к нему урабатывают резистентность. А сейчас для тех, кто не понимает, да, как эта резистентность выглядит. Выглядит эта резистентность следующим образом. У вашей, у каждой клетки в вашем теле есть рецептор. И смотрите, очень важный, да, резистанс. Сейчас я вам в процессе прямых эфиров сразу все показываю. Значит, у каждой клеточки есть замечательный рецептор, который может быть стимулирован, вот так, смотрите, вот так это выглядит. Грубо говоря, вот это вот ваша дверная скважина, в которую должна повеститься вся глюкоза, и она должна при помощи этого инсулина быть отправлена непосредственно в клетку. Когда у нас с вами инсулина много, у нас с вами, представьте, что вы постоянно слушаете на максимальной громкости наушники. Вы начинаете глохнуть потихоньку. Представьте, что у вас просто ненормальное количество глюкозы, ненормальное количество инсулина, этот инсулин глушит рецептор. Рецептор просто не воспринимает в клетке такое количество этого инсулина. Точно так же, как ты глохнешь от слишком большой громкости, точно так же твой рецептор прекращает иметь чувствительность к определенному сигналу, которого слишком много. И дальше, ну а что делать? Если вы представите, что человек ест 300 грамм углеводов в день, а количество сахара в крови, единоразово находящееся, у вас есть таблицы, которые показывают количество сахара. Ребят, там от 2 до 5 чайных ложек сахара на весь человеческий организм в ежечасии, понимаете? Там на 1 литр крови приходится там пол чайной ложки глюкозы в перерасчете на чистый сахар. То есть, ну вот представьте себе, на 1 литр пол чайной ложки сахара это все больше не нужно. И тело, мало того, способно прекрасно производить эту глюкозу самостоятельно. И вот вы теперь представьте себе, пол чайной ложки это норма, которая у тебя в организме должна быть. И ты садишься обедать, ты съедаешь, что? Супчик с картошкой, жареную курицу с гречкой, например, булочка с корицей, и компот сладкий. И ты получаешь количество углеводов. Ну, вы понимаете, какое количество углеводов мы получаем за один прием пищи? У вас выходит там 150-200 грамм за один обед. А норма в литре крови пол чайной ложки, хорошо, чайную ложку считайте. Просто чайную ложку, если вы везете 120. А ты получил 150 грамм этих углеводов, и они начинают усваиваться. Вот это, да, очередь, представьте, да, у вас 10 турникетов, и стадион из 30 тысяч человек пытаются пройти через 10 турникетов, и получается, как бы, бутылочное горлышко. Затор дикий получается. И, естественно, твой инсулин, куда деть эту всю энергию? Я не в состоянии, я не понимаю. Клетка говорит, вы сумасшедшие, куда это все? Я не могу. У вас в организме в каждой клетке содержится вместе с печенью, ну, господи, там до 2000 калорий в гликогене. И нам не нужно его в ежечаси восполнять столько. Ежечасная потребность в калориях, мизерная вообще, в глюкозе, ну, я вам рассказал, пол чайной ложки на литр. А тут к нам пришло пол пачки сахара, и мы такие, куда его деть, этот сахар? Ну, а куда деть? Единственное, куда ты можешь деть сахар, это жировые депо. Это единственная, ребята, история, куда fat storage значит storage human body это уникальнейший, понимаете, human fat, господи, это что ж ты мне показываешь не то. Это уникальнейший абсолютно. Вот, в жир, в сало улетело, все, справились. И фишка в том, что в жир, в сало, в человеческое, понимаете, мы можем отправлять бесконечное, вот вам дядя как раз жрет, понимаете, и вот вам, да, вот такая диаграмма. И вот, вот получается вот в этот жир висцеральный и подкожный. Вот подкожный, вы видите, как выглядит. И висцеральный, это то, что внутри, между внутренними органами. И получается, у вас, если есть ограниченное количество энергии, которое тело может потребить из глюкозы в ежечасе, да, то есть, малое количество там, печень и мышцы, малое, то в жир ты можешь отправить безлимитное количество энергии. безлимитное количество энергии в сало отправляется. И это тоже естественный, нормальный эволюционный процесс. Так должно быть. Мы с вами созданы, опять же, на уровне ДНК, чтобы иметь инсулиновую резистентность. Это не какое-то заболевание, которое мы не ждали, не ожидали. Ой, матюшки, господни, как же так получаются все несчастные. Инсулиновая резистентность, ребята, это когда у тебя, опять же, миллион лет эволюции развития вида, да, инсулиновая резистентность помогает нашим предкам не умереть холодной, голодной, темной зимой. То есть, когда идет сезон урожая, пожалуйста, смотрите, вот у меня цветут деревья, да, цветут деревья. Мы с вами, да, представьте, переносимся на много сотен тысяч лет назад. Представьте, цветут деревья, какие-то плоды, да, мы охотимся, мы собираем, и сезон в сезон слишком много плодов на деревьях, которые ты можешь съесть и просто наесться, да, и мы съедаем больше, чем для одноедания. У нас есть в ДНК вложенный процесс инсулиновой резистентности. Мы начинаем запасать в жир. Мы начинаем запасать в жир, чтобы не умереть холодной, голодной, темной, долгой зимой. Это нормальный эволюционный процесс, как медведь, который нажирается лосося перед долгой зимой, чтобы не сдохнуть, потому что там же лосося нет. Понимаете? Это нормальный эволюционный процесс. Но здесь приходит нежданно-негаданно пищевая, да, промышленность, революция промышленная. На пользу нам с вами. Разгружает нас от необходимости есть мало, и мы начинаем есть много. Естественно, эволюция не поспевает за этим, за всем процессом. И вот этот встроенный процесс значит, инсулиновой резистентности, он просто извращен в случае с нами, с вами, да, то есть у тебя нет такого, что у тебя сезон, ребят, сезон, сейчас сезон ягод, потом сезон, значит, каких-то там корнеплодов, потом сезон еще какой-то истории, и мы можем собирать, мы можем понимать, что у нас там, да, в какой-то определенный сезон есть определенные культуры, которые могут быть собраны. Понимаете, у нас сезон всегда, 24 на 7, и мы с вами, ребята, можем устроить себе пир на весь мир, просто на ближайшую заправку. Выехав, купить там печенье Милка, и оторваться на нем на полную катушку абсолютно. И здесь другая история, я вам рассказывал, да, есть такие гормоны, значит, которые называются гормоны счастья и радости, которые нашим предкам, естественно, точно так же помогали, как и нам, выжить и размножиться. И у вас есть серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. И серотонин и дофамин вырабатываются на тяжелые, опасные истории и на пищу. То есть охотиться страшно, опасно, но награждает тебя серотонином. Но в современном обществе мы не охотимся, мы заменяем охоту, например, походом в тренажерный зал. Физическая какая-то очень острая активность, которая награждает тебя серотонином. Выходишь в зал, у тебя антистресс. А дофамин, это пища, понимаете, ты можешь съесть Милку в заправке и кайфануть, и у тебя антистресс. И вот это вот очень важная история, понять, как на генетическом уровне наши предки чуть-чуть инсулиновой резистентности, чуть-чуть больше жира, и у нас больше шансов выжить. И мы, как охотники-собиратели, с вами сохраняем свой вид. Выжить и размножиться. Главная задача. Современная культура это извращенное понятие инсулиновой резистентности. И дальше мы возвращаемся обратно, с чего мы начали с вами. История с статьей, где написано ненормальный ответ тканей на инсулин. И теперь вопрос. Кто ненормальный в этом случае? Ненормальный ответ тканей на инсулин или ненормальное пользование телом, нашим с вами, и пренебрежение правилами, которые вложены в ДНК? Ну, наверное, второе. Да, и поэтому постепенно, по чуть-чуть, ну, скажем так, не постепенно, по чуть-чуть, а за 10 лет достаточно быстро развивается инсулиновая резистентность. То есть, ты ешь больше, чем тебе нужно углеводов. Твоя поджелудочная дает больше, чем нужно инсулина. А почему эта фишка? Ну, чтобы ты не помер от того, что у тебя высокий уровень глюкозы. Вы же понимаете, как это работает? Если ты ешь больше углеводов, чем нужно, а мы с вами обсудили, мы уже знаем, что у нас нормальный уровень глюкозы, это одна чайная ложка на литр крови. А если ты переедаешь ее, то глюкоза должна сразу быть подавлена инсулином. Потому что если она не будет подавлена инсулином, ты умрешь от гипергликемии. Ты не можешь существовать с большим количеством глюкозы. И с малым количеством глюкозы ты точно так же не можешь существовать. Ты умрешь из-за того, что у тебя ее слишком много. И чтобы ты, дурачок, не умер, инсулин его как бы давит. И вот дальше как бы вопрос. Может быть, стоит задуматься о том, что нужно питание перекроить и немножечко больше есть овощей. Если тебе хочется сладенького, вкусненького, ягоды, да, ты берешь. И основные твои калории приходятся на мясо и на салат. И да, это дороже и неудобнее, чем поесть тарелку риса или съесть жареные картошки. Но у тебя не будет метаболического синдрома, у тебя не будет инсулиновой резистентности. Ты не попадешь на очередной осмотр к своему врачу, который скажет, у вас ненормальный отклик на инсулин. Потому что у тебя будет нормальное пользование своим телом. Понимаете, ребята? В этом диагностика, простите, пожалуйста, это диагностика через однепроходное отверстие. Плохой инсулин? Да нет! С инсулином все было всегда нормально. С пользованием твоим телом проблемы. И на уровне, да, в этом случае, бабушек, мам, идет вот эта история. То есть покушать почаще, это забота. Значит, приготовленные пирожки дома. Это классно! Вопросов нет! Одни из лучших моих в детстве воспоминаний это пирожки, пожаренные на сковородке, бабушка от большой любви открытое варенье, грушовое, которое внутри вот этих вот пирожков, которые жарятся на сковородке. Вы помните, эта сковородка еще с ручкой, с этой садкидной и рифленая такая поверхность? Это же потрясающе! И она тебе эти пирожки ломает, у тебя эта чашка, значит, с росписью, с такой красивой, и вот эта вот с надколотой ручкой, с этой, ну, что, у которой гликемия 60+, варенье, у которой гликемия 70+, все это жареное в растительном масле, у которого провоспалительный эффект, и чай, блин, с тремя ложками сахара и большой любви! Но твоя дальше поджелудочная и уровни глюкозы передают большой привет, понимаете? И дальше мы идем к врачу, который сам понятия не имеет, у него есть диагностика, ненормальный отклик инсулина, вот таблетка, до свидания! Все! И когда ты понимаешь, как этот процесс работает, и что нужно было, на самом деле, изначально твоему телу, ты понимаешь, что нужна дисциплина, нужна культура, чтобы пройти мимо тех главных триггеров, соблазнителей, чтобы был вот этот вот график ровный, понимаешь? Чтобы был график ровный, тебе нужна в этом случае дисциплина, потому что еще раз, ты приезжаешь к бабушке, она тебе, если дай Господь здоровья всем нашим бабушкам, если еще здоровые, да, как бы, при памяти еще могут, яблочко пускай вам лучше, чтобы оно порежет, да, вот эта вот история, с любовью, с любовью, все с любовью. И если ты понимаешь, как это все работает в современном особенном мире, потому что еда, это мощнейший антистресс, еда, это потрясающий, гигантский инструмент, социально связывающий, то есть, если ты, например, с твоим боссом не выпьешь бокал вина, или не съешь с ним на бизнес-ланче, там, вы пошли, то это будет воспринято как-то странно, и есть очень часто случаи, говорят, Алексей, вы рекомендуете там практиковать отсрочку завтрака, но у меня корпоратив, если я не выпью с боссом вина и не поем с боссом пиццу, например, на корпоративе, я не получу повышения. Я говорю, ребят, да, вопросов нет, выпейте с боссом вина и делайте остальные 364 дня, контролируйте то, что от вас зависит. Есть обстоятельства, в которых, да, вы же не будете идти вашему боссу, которому, может, было бы интересно, но он не готов принять информацию о том, что вы знаете, шеф, нужно все-таки отсрочить завтрак и нужно, значит, да, вот эта вот история, когда ваш босс имеет 50 килограмм овервейт и который перекусывает с китлсом и мэндемсом в днем, когда у него плохое настроение и выходит каждые 40 минут покурить. Ты же не донесешь до него это, понимаете, какая-то история. Очень сложно здесь социальный как бы уровень сохранять. И многие под давлением окружающих и под давлением супругов, супруг, друзей, приятелей просто, ну, сдают позиции. Сколько людей приходит и говорят, Алексей, у меня конфликт с супругом, он хочет, чтобы я ему жарила картошку, я ему говорю, что картошка это плохо. Я говорю, жарьте картошку для мужа, а себе стушите говядину, откройте консервированный огурчик и дальше, если хотите, покушайте так. Значит, сделайте салатик, может быть, и всем сладкоежкам, ребята, просто на заметку, я вам сейчас покажу. Вот смотрите, вот как вы думаете, да, особенно, когда кейк, сладкоежки говорят, как без сладкого жить. Я, ребята, говорю, идете под моим инстаграм, господи, в моем ютубе, под описанием в моем ютубе, ссылка на телеграмм моей супруги Дарьи. И вот вы посмотрите, шоколадный торт, вот это вот, это кето, шоколадный торт. Хорошо, дальше, посмотрите на этот, ну, потрясающий бисквит, посмотрите на это все. И вот дальше, да, например, вот это, вот это роскошь, посмотрите на нее. Это все можно приготовить в кето-варианте, где у тебя не будет переизбытка углеводов, вообще не будет гликемической, никаких откликов, и ты можешь и себе, и детям, ну, если себе хочешь, да, порадовать, окей, сделайте, и вы будете счастливы абсолютно. Идите под моим видео в ютубе, ребята, ссылка на телеграмм Дарья Резагуба, у нее сногсшибательные рецепты, которые, опять же, мы для вас снимаем, монтируем, озвучиваем, чтобы вы могли готовить, чтобы вам было вкусно, и чтобы у вас не было ощущения, что вы великомученик, великожертвенник, рядом кто-то жрет, понимаешь, вишневый торт или трубочки с заварным кремом, а я здесь великомученик, который вот всячески не могу себе позволить, потому что Ворон тут по интернету рассказал, что мне нужно есть сладкое, и вы целых две недели уже на диете и ждете, когда вы похудеете, ребята. Вот это гигантская ошибка, когда ты ждешь результат за целых две недели, которые у тебя прошли в мучениях, ну, важно понимать, чтобы в голове отложено было, вы приобретаете, вы инвестируете, вы хозяева своей жизни, вы понимаете, что для вашего тела хорошо, мясо, рыба, овощи, орехи, семена сыры, для него хорошо потренироваться, позакаляться, не лениться, правила стоицизма, о которых я говорю регулярно, и дальше так ты развиваешься, и дальше инсулиновая резистентность, это же не просто так получилось, вот такой вот у нас грустный, к сожалению, диагноз, ну, блин, ну, так не повезло, в роду у нас все сердечники, слышали вы такую историю, в роду нет сердечников, в роду нет диабетиков, ребята, когда есть, и это очень важно, я делал ролик на этот счет, на эпигенетикс, эпигенетические факторы, ребята, эпигенетические факторы, которые закреплены на уровне социума, эпигенетические факторы, это означает, что бабушка от большой любви пирожки жареная картошка мама тоже самое и у дочки то же самое сколько мне было на консультациях ей 50 дочки 25 у нее 35 лишних у дочки 22 лишних у дочери уже ребенок родился да и ребенку там уже там 45 лет и уже маленький ребенок с лишним весом ну что в семье тотально полностью отсутствует культура отношения к телу до еде воде активности и дальше у нас с вами получается вот эта тема да все любят домашнюю кухню уже показывал и дальше ты когда открываешь вот эту историю до с классической домашней кухни вот вам фотография курочка это хорошо а вот например вареники это тотальная дичь потому что высокая гликемия если вареники с картошкой это вообще полный пипец когда у тебя например колбаса это хорошо на колбаса с картошкой это смерть потому что это гликирование сырники это хорошо но сырники на своем составе содержат манную крупу сахар и сухофрукты это гликирование это крайне опасно когда ты открываешь любой вариант например шашлык хлеб нет шашлык и я и салат это прекрасно когда ты открываешь домашняя кухня курица с гречкой это нет курица и салат или квашеная капуста это да когда ты открываешь любые варианты с выпечкой это конечно же нет а кета выпечка где у вас там миндальная мука используется это да если ты берешь там какие-то хачапури то конечно же это нет потому что у тебя сыр где белок и мучное то есть мучное до сыр лежит на хачапури на этом и мука имеет гликемию выше 50 любая какой бы не взяли и ваш сыр имеет высокий уровень содержания белка а значит это называется протеин гликейшен это называется гликирование белка когда у вас объединение продуктов с высокой с высоким гликемическим индексом гликирование белка и повышение hb и ванси то есть общее количество глюкозы и шансы заработать диабет и рак от этого то есть чем больше гликирования чем больше объединения продуктов с высоким объемом белка и еще выше да да вот гликемический индекс углевода гарнира с которым вы его соединяете тем больше шансов того что представьте у вас есть 100 кубиков лего который вы купили и вам нужно собрать из 100 кубиков лего какую-то комплексную модель и представьте что у вас два кубика слеплены намертво супер клеем но только они не слеплены правильно не слеплены боком и криво и у вас получится вроде бы как правильная модель но вроде бы как в одном месте у вас вот чуть-чуть не доделано чуть-чуть не дожата и вот эта причина на которой строится часть мутаций по факту который образуется рак когда ты получаешь 20 аминокислот из белка но некоторые эти аминокислоты гликированы и тело не может их разделить и она использует их для строительства сложных протеиновых соединений в организме последствий которые ведут к повышению онкологических факторов все очень связано ты это то что ты ешь и главная эта фишка это осознание я вас прошу ребята у меня есть ролик отдельно за это похудение для чайников алексей ворон написали в ютюбе и смотрите это видео это старт с которого вы начинаете эта база которая вам даст фундамент знаний у меня есть ролик отдельно в ютюбе напишите алексей ворон теперь веган такое хитовое название на этом разбираю целую карстрюлю продуктов с вами вживую вот здесь стою и разбираю показывать что нужно есть как как выглядит продуктовая корзина ну и конечно же если вы из максимально серьезно настроены работать со своим здоровьем мы ждем вас в нашем пг марафоне это наш уникальнейший курс который имеет лицензию минтрана ческой республики где я лично уже консультирую у нас каждый месяц ближайший сезон стартует 28 апреля на май если для вас будет эта информация актуальна под видео ютюб в инстаграм самый первый пост с инструкциями но все равно как вы будете делать главное делать понимаете будете ли вы у нас на здравительном курсе заниматься у нас все каждый месяц 50 человек всего ребят мы можем взять а подписчиков 700 тысяч у нас и 4 миллиона просмотров поэтому 99 999 будут делать самостоятельно и вот вам потребуется дисциплина и на этот предмет я очень прошу вас участвуйте каждый день прямых эфирах пожалуйста подпишитесь если вы не подписаны это крайне важно чтобы мы каждый день могли быть здесь вместе общались беседовали кайфовали от того что мы на этом непростом пути но это созидательный путь понимаете созидательный путь инвестиции в твое здоровье что часто родственники не поддерживают близкие не поддерживают всем плевать вообще главное чтобы ты картошку им пожарила или ты им сделал бутерброды с вареньем а дальше иди уже делай что хочешь заниматься своей фигней и через полгода того как вы занимаетесь своей фигней вам придут ваши родственники друзья близкие и коллеги и спросят ты знаешь так хорошо выглядишь такая хорошая у тебя талия так хорошо ты прям да вот прям аж сверкаешь все да вот как у тебя то будет тогда вы уже кому-то расскажет если будет интересно отправить их смотреть видео наше называется похудение для чайников или на этот ролик называющийся инсулиновая резистентность ребята сейчас буду брать ваши вопросы с огромным удовольствием буду вас консультировать и будем с вами бороться и трудиться пальцами наверх и обязательно подпишитесь крайне важна ваша поддержка через подписку особенно в ютюбе ребята сверху три кнопочки нажмите вот здесь у вас три кнопочки такие выскочит меню и можно поставить лайк нажмите три кнопочки выскочит меню поставьте лайк и в инстаграме ребята лайк у вас внизу пожалуйста нажмите кто-то смотрит в инстаграме кто-то смотрит телеграме кто-то смотрит фейсбуке кто-то смотрит в ютюбе главное что мы здесь вместе где бы мы не смотрели ребята 4 миллиона человек на смотрят каждый месяц разброс на всех социальных сетях для меня великая честь и радость быть источником информации для вас которая спасает жизни